Друзья, товарищи, привет! Всех приветствую, ребята! Сегодня у нас видосик интересный. Смотрите, есть пивко у нас. Полгода этому уже пиву. В сентябре варилось, ребята. Стояло оно в холодильнике. Потом уже в холодном гараже. Короче, что-то не пошло, ребятки. Не пошло. Что-то сейчас я покажу вам. Сейчас, давайте я налью. Просто была хитрая варочка, ребята. Ребята, хотел обмануть судьбу. Варил на обыкновенной водопроводной воде, ребята. Но что-то пошло не так. Но может и не в воде дело. Вот, ребята, это то же самое пиво. Так оно все. Отличное пивко, цвет. И запах вроде нормальный. Но вкус что-то мне не зашел. Не зашел, не знаю в чем дело. Вроде пахнет нормально. Короче говоря, буду его перегонять, ребята. Будем перегонять его на вискарь. Не знаю, или в хмеле дело. Варил с домашнего хмеля. Вот такой хмель. Короче говоря, даже не знаю, ребятки. Но жалко, конечно. Вроде и вкус. Ну что-то, что-то не так, ребята. Что-то не так, что-то не то. Короче говоря, ребята, перегоняем. Перегоняем. Делаем типа вискаря. Ну, сейчас покажу, на чем буду перегонять. Кто видел, кто не видел. Так что поехали. Так, буду использовать, ребята, вот такую царгочку. Но без меди. Первый перегон буду делать без меди, ребята. Без меди. Вот только пыжи вытащил. Вот такие пыжи я использую, ребята. Вот они. Медные. Посмотрите, какие черные. Перегонял. Я уже не помню, что последний раз. По-моему, абрикосин. Ну, сегодня мы их отложим, ребята. Сегодня будем перегонять, грубо говоря, на промотоке. Так что такое дело. Сейчас подготовим. Подготовлю свой куб, ребята. Наверное, кто видел, кто не видел, ребята. Это все сделано было своими руками. В гаражных условиях. Это была когда-то машинка стиральная. Хочу вам так сказать. Два тена стоят. Сейчас в сумме, по-моему, три с половиной киловатта. Ну, их можно менять. Там два с половиной, три. Кому что надо. Небольшая тут у меня автоматика. Короче, поехали. Собираем. Короче говоря, будет стоять царга. Вот здесь царгочка будет стоять. И сухопарничек, наверное. Ну, может. Даже не знаю. Вот сухопарник есть. Медью один. Вот они идут тут. Последовательно делал я один. Без меди. Потом с медью. И уже в охладитель. Так что, ребята, даже не знаю. Делать. Наверное, все-таки. Сейчас медь кислотой. Немножко мы ее проварим. Чтоб она осветлела. Все вот это смылось. И, наверное, все-таки. Сделаем и первый перегон с медью. Ну, давайте. Поехали. Так, ну, в сумме тут, наверное, литров, наверное, 40 где-то будет. А по объему. Короче, ребята, открываем кеги. Вот такой прибамбас я придумал. Может, кому пригодится. Это с ремня автомобильного. Открывать кеги. Вот. Одеваем и начинаем. Вернее, когда затягивать в эту сторону, когда открывать в эту. Потихонечку спускаем углекислоту, ребята, и заливаем в куб. Заливаем в кубик наше пивко. Биршнапсик. Немножко подорвал, ребята. И спускаем углекислоту. Не спеша. Ну, вот таким макаром. Так, ставим леечку, ребята, и заливаем наш продукт. Так, ну и поехали, ребята. Поднять эту бадью. Опа. И потихонечку переливаем. Пиво пенное. Наш напсик. О, как пенится пивко. Ну, таким макаром, ребята. Заливаем. Блин, вроде пахнет хорошо. Ну, ладно, что есть. Чему быть, тому не миновать. Так, ну, вроде залил, ребята. Давайте запускаем нашу ракету. Включаем разгончик на полную мощность. Вот так. Два тена. Суммарная мощность, по-моему, три с половиной на данный момент. Вот они, два тенчика. Полная мощность. Так, и наша задача, ребята, не пропустить. Ну, в принципе, для этого и ставятся эти барбатеры, сухопарники, как их кто называет, чтобы мы не пропустили пенолнос, ребята. Потому что пиво, оно будет сильно пенится. Ну, окей. Ладно, поехали. Так, в кубе 42,6, ребята. И поднимается температурка. Так, здесь 20. Ну, пока идет все по плану, ребята. Ждем. Ждем закипания. Будем отбирать спирт-церец. Возня идет. Тут, ребята, ждет абрикосинчик. Бочечку никак не доедет до дачи. 86%. Здесь тоже все затарено, ребята, некогда. Залите это все в бочечку. Так, ладно, ребята. Сегодня у нас речь о биршнапсе. Так, 64. Скоро уже закипит. Так, пока суть до дела. Надо помыть кеги, ребята. Одноразовые. Но я их использую по несколько раз. Эти кеги пластиковые каким-нибудь моющим средством вымываю. Беру головы. Это все кипяточком. Потом головами середину тоже наливаю голову, ребята. Градусы в сколько там? 90-80 по спирту. И они у меня до следующей варки хранятся. Так что, ребята, вот такая песня. По поводу варки ни разу, ребята, не портилось пиво. Ну, чтобы сказать, что это спортилось, оно тоже нет. Но вкус от хмеля что-то мне не пошел. Вот этот домашний хмель, наверное, неправильно хранил. Надо хранить в холодильнике его, ребята, или под вакуумом. Просто крышкой накрытой. Ну, ничего. Посмотрим. Получится, может быть, у нас какой-нибудь неплохой односолодовый виски. что с хмелем? В принципе, технология вискарная, но будет присутствовать хмель. Ну, может, какую-то и нотку нам добавить. Ладно, продолжаем. Вот, ребята, о чем я и говорил. Смотрите, температура начинает подниматься, пиво закипает и сразу же брызга унос, ребята. Так что отключаем один тэнчик. Давайте посмотрим, чтобы температура стабилизировалась. В колонии уже пошла подниматься. Это не дело. Вот для этого и сухопара существует. О, смотрите, видите, что творится. Ну, сейчас все восстановим. Вот и все восстановилось, ребята. Главное не пропустить вот этот момент и все будет окей. Вот. Все пошло. Сейчас оно кипение успокоится и начнется отбор. вот так охладитель уже заключил водицу, ребята. Ледяная вода. Ну, сейчас пойдет уже первые капли и будем посмотреть. Вот так, ребята. Так бы это все попало нам в продукт. Нам этого не надо. Ну, ничего. Спирт сырец. Продолжаем. Вот и второй барбатерчик, ребята. все. Вот здесь уже пошел чистый спирт. И в охладитель. Сейчас уже все пойдет. Аромат уже пошел, ребята. Вот с этой приемной трубочки с охладителя уже запах прикольный. Слышно солодовые ноты. Так что, ребята, может и получится у нас неплохой вискарек. Ну, вот они долгожданные, ребята. Побежала. потекло. Ну, сейчас. Я не знаю, голову не буду, конечно, наверное, отбирать на первом перегоне. Ну, может, грамм 50, конечно, и вылью. Ну, вот так, ребята. Ароматика бомбовая пока. Так, а ну, давай накапаем в рюмашку. сейчас поближе разотрем на руки, понюхаем, что это за продукт. Ну, что тут сказать, ребята. Аромат мне радует. Аромат прикольный. пахнет односолодовым виски. Ну, а чем может он еще пахнуть? Односолодовый виски, он и есть односолодовый виски. Технология получается та же самая. по белой схеме, грубо говоря, делается это все. Так что сейчас померяем давайте спиртуозность. Интересно, сколько там. Сейчас я наберу побольше. Так, сейчас померяем. Так, 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 а ну, сколько у нас тут по спиртуозности. Ну, ребята, хочу сказать 60 за 60. Так что нормально. Выход у нас еще что-то с него и выйдет. Конечно, в бочку маловасто, но на дубовой щепе мы его ну, вот, ребята, видно 60% по спирту. Ну, все, ребята, выгоняют до сухого. Посмотрим, сколько будет выход. Так, короче, оставляем на одном киловатте. Пусть потихонечку так и будет, ребята. Так что вот так вот. Вот тут в первой сухопаре такие кошмары. Во второй тут все нормально, ребята. Ну, и поставил уже баклагу. Уже буду все собирать в нее. Вот такой небольшой струечкой. Конечно, можно еще увеличить немножко, но я думаю, не стоит. Не будем спешить. Ребята, выхода большого не будет, потому что, наверное, вот в чем и причина. Может, и дрожжи плохо сработали. Ну, сейчас посмотрим, сколько будет выхода. Ну, не выливать же, ребятки, будем делать все, что есть. Это вам не сахарная брага, ребята. Ну, что есть, то показываю. Хоть сколько, но сделаем. Буду делать уже бескарные продукты. Есть у меня ячмень, будем проращивать. Так что, если что, добавим это все туда. Ну, сколько будет, все наше. Или дрожжики слабовато сработали, но я не помню, это пиво. Ну, сейчас там у меня где-то было же на нем записано. Да, записано, сколько было плотности, ребята, я и не знаю. Ну, на 11, 12, не меньше. Ну, как сработали дрожжи, ребятки, вот это уже другой вопрос. Сколько набродили там спиртика. Ароматик классный, но посмотрим. Спиртуозность быстро падает, выход будет, ребята, ни о чем. Ну, ладно, что есть, то есть. Так, ну, будем подзаканчивать, ребята, первый перегон, спирцирец, 100 градусов в кубе, ребята. В колонии уже 90, в царге, выше царге, грубо говоря. Сейчас покажу вам, ребята, что творится в барбатерах, в сухопарнях. Вот это там серьезная тема. Вот так, что творится, ребята, и во второй. Посмотрите, какая муляка там. Я думаю, видно, что там творится. Это ужас. Вот вам, ребята, и медь. Что творит медь? Особенно при виске, ребята. При перегоне солодовых брах. Так, ну, здесь у нас, ребята, все нормально. 6 литров. Добираю 6 литров. Отбор, ребята, досуха. Делаю досуха до нуля. Так, ну все. Полна коробочка, ребята, 6 литров. Вырубаемся. Выключаем свою шайтан-машину, ребята, и будем подводить итоги, что мы тут наварили. Так, ну что, 6 литров, ребята, давайте посмотрим, что у нас по спиртуозности. Сколько у нас, сколько у нас по спирту вышло. Ну, нормальный еще выход, ребята, я так думаю, получился. Получится у нас, наверное, и вискарек. Сейчас померяем. Ну, брал все до нуля, ребята, до нуля. Продукт получается неплохой. Сейчас померяем. Так, а ну-ка, что скажет нам. Ребята, неплохо, неплохо, хочу сказать. Я что-то сразу думал, будет меньше. Ну, спиртуозность, ребята, где-то 30. 30 то, что надо. Вот, ребята, все видно, 36 литров. равно, в принципе, то, что надо. Нормальный выход. Ну, такой, ребята, перегончик. Второй перегон снимать буду, не буду, но, когда буду уже делать, настаивать на щепе, ребята, все я продемонстрирую. Так же, будем заниматься, ребята, своим виски. В этом году, вот, немножко потеплеет, ребята, будем делать свой солод. вот такой будем делать. Есть килограмм 200 ячменя. Так что, все у нас впереди, ребятки. Вот такой вот видос. Так что, ребята, кому интересно, подписывайтесь. Все покажу, все расскажу. Желаю всем, ребятки, здоровья и хороших напитков. Вот, ребята, почему дорого стоит односолодовый виски. Все понятно, дорого, очень трудозатратно, но получается вкусно. Все, ребятки, всего хорошего, ставим лайки, до новых встреч. До новых встреч.